Всем привет, ребятки! Значит, то, что я вам сейчас показываю, это люминофор, или как они правильно называются? Люминофорные светящиеся порошки, да? Чисто китайского производства. И я думаю, наверное, многие из вас уже столкнулись с тем, что эти порошки, скажем так, плохо светятся. Я открыл такой их страшный-страшный секрет. Это, по сути, свои не порошки, то есть это не люминофор, это не фосфор. По сути, свои это просто обычные красящие порошки, и они светятся. Как же они светятся? Я сделал следующим образом. Я взял стеклянную посуду, да, и, соответственно, в нее налил спирт. И в спирт налил этот порошок, и как следует размешал. Соответственно, спирт покрасился в цвет, соответствующий этому порошку, да, то есть, например, вот розовый, это розовый. И после этого я начал светить фонариком, и оказалось, что сам люминофор, то, что он или фосфор, как хотите, так и называйте, он лежит на самом дне. И маленькие-маленькие крупицы, они там внизу, лежащие на дне в посуде, в этой, они, соответственно, светятся. Поэтому я могу вам сказать, наверное, таким образом. Если вы возьмете и прольете через марлю, или, наверное, даже лучше через ткань, или через, как они называются, вот эти вот салфетки, как для чая, да, папиросную бумагу, еще что-то. Если вы попробуете пролить через что-нибудь такое, то, скорее всего, с хорошей долей вероятности, у вас, собственно говоря, на этой бумаге и останется тот самый люминофор, или фосфор, или как он называется. То есть, именно та светящаяся часть. Для чего и для кого это может быть нужно? Люди иногда покрывают этой светящейся частью, этим люминофором или фосфором, собственно говоря, стрелки часов. Так вот, для того, чтобы получить в чистом виде, для того, чтобы реальность стрелки часов именно светились, ну, и, соответственно, и, скорее всего, вы смешаете эту часть с каким-нибудь лаком, да, то вот для того, чтобы вы получили именно то, что вы хотите, именно результат свечения, то вам, соответственно, нужно будет его пролить спиртом. То есть, вам нужно выделить именно светящуюся часть. Не знаю как, но у меня светящаяся часть, она в спирте не растворяется. Может быть, там гранул, я как-то так вот, ну, не заакцентировал на этом внимание, а теперь уже думаю, что надо было эксперимент нормальный такой провести, посмотреть, что это такое, как оно выглядит. Ну, уже я вылил, а потом уже, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Уже потом подумал, ну, уже было поздно. Соответственно, пробуйте, я не гарантирую, что у вас порошок именно такой, но если у вас конкретно ваш порошок очень плохо светится, то вполне возможно, что проливая его стандартным методом, как чай, как что-то подобное, вы сможете выделить именно люминофор или фосфор. На этом у меня все. Спасибо за внимание.